Дети-звезды живут уникальной жизнью, которая часто обеспечивает огромное количество денег. И пускай есть множество поучительных историй о детях-актерах, которые в конечном итоге боролись со своими демонами, есть и те, у которых всё сложилось хорошо, в частности, в финансовом отношении. Возможно, вы знаете о Кейле Куока только по её работе над безумным популярным сериалом Теория Большого Взрыва, однако она стала частью индустрии Голливуда в 7 лет. Её первый большой прорыв произошел в 2002 году, когда она сыграла Бриджит в ситкоме ABC, 8 простых правил для друга моей дочери подростка, но именно роль Пенни в сериале Теория Большого Взрыва сделала её сверхпопулярной. И очевидно, что если снимаешься в одном из самых популярных телесериалов более 10 лет, зарабатываешь при этом серьёзные деньги. По имеющейся информации, Куока изначально зарабатывала около 45 тысяч долларов за один эпизод сериала. Эта сумма увеличивалась по мере того, как сериал собирал всё большую и большую аудиторию. За последние два сезона Куока и её коллеги зарабатывали по 1 миллиону долларов за серию. Актрисе даже принадлежит процентная доля капитала, что позволяет ей получать ещё больший доход сверх базового гонорара. В целом, состояние Куока превышает 100 миллионов долларов. Учитывая, что после окончания Теории Большого Взрыва она приняла участие в других успешных проектах, кажется, что для этой актрисы нет предела увеличения дохода. Шон Эстин на протяжении своей актёрской карьеры примерил на себя множество ролей. Он наиболее известен своим участием в трилогии Властелин колец в роли Сэм Уайза Гемджи, верного спутника Фрода и настоящего героя. Но с тех пор его можно было увидеть и во многих других проектах. Очень странные дела, Ник вам покажет и Супергёрл – лишь некоторые из картин, в которых актёр принял участие после того, как покинул мир Средиземья. Кроме того, Эстин стал известен как успешный актёр озвучки. Первое появление Эстина на большом экране произошло, когда ему было всего 13 лет, и он сыграл Майки в приключенческом фильме 1985 года Балбесы. В последующие годы он добился ещё большего успеха в таких фильмах, как Руди, Пятьдесят первых поцелуев и многих других. Эта универсальность окупилась, так как собственный капитал актёра, как сообщается, составляет около 30 миллионов долларов. Держим пари, что эта сумма будет только увеличиваться, поскольку он продолжает принимать участие в самых разных проектах. Детская роль Хиллари Дафф остаётся для неё самой знаковой. И это неудивительно, ведь Лиззи Магуайр проложила путь многим ситкомам Disney Channel, ориентированным на подростков, которые последовали за ней. Без Лиззи наверняка не было бы Волшебников из Вейверли Плейс или Такой Рэйвен. Успех Лиззи Магуайр был достигнут благодаря множеству различных качеств, в том числе продуманному сюжету и режиссуре, но ничто из этого не сработало бы без очаровательной Хиллари Дафф. Она продолжила увеличивать свой успех, когда снялась в таких фильмах, как Оптом дешевле и История Золушки. У неё также была заметная музыкальная карьера, так как она выпустила несколько синглов, занявших первые строчки в чартах, и продала миллионы альбомов. Вдобавок ко всему, она представляла ряд различных модных брендов, поскольку продолжает оставаться заметной фигурой в кино и на телевидении. Её последняя известная роль – Келси Питерс, книжный редактор в сериале TV Land Юная. В целом, состояние актрисы оценивается примерно в 25 миллионов долларов. В отличие от многих бывших юных звезд, у Рис Уизерспун не было одной крупной роли, которая закрепила бы её образ в общественном сознании. Вместо этого она упорно трудилась, добившись большого успеха в подростковом возрасте, а затем умело развила свой успех, поднявшись до статуса настоящей суперзвезды. В настоящее время можно с легкостью утверждать, что она – одна из самых финансово успешных звезд в мире, и её состояние в более чем 200 миллионов долларов прекрасно это подтверждает. Первая большая роль Уизерспун оказалась у неё в руках в 14 лет, когда она получила главную роль в мелодраме Человек на луне. Затем, в конце 90-х – начале 2000-х годов, Уизерспун стала настоящей звездой благодаря таким популярным фильмам, как Жестокие игры, Выскочка и Блондинка в законе. Она также активно снималась в сериалах, как, например, Большая маленькая ложь и Повсюду тлеют пожары. В основном, успех Уизерспун также связан с её работой по ту сторону объектива, поскольку она часто продюсирует проекты, в которых участвует, тем самым обеспечивая себе завидный контроль качества. Создаётся впечатление, что в ближайшие годы она и дальше будет доминировать в индустрии развлечений. В настоящее время Рон Ховард наиболее известен своей режиссёрской деятельностью. Он выиграл Оскар за фильм Игры разума и снял множество других известных картин, таких как Аполлон 13 и Хан Соло, Звёздные войны истории. Но его карьера в Голливуде стартовала, когда он был ещё ребенком. Ховард начал сниматься, когда ему было всего 5 лет, а в шестилетнем возрасте он получил культовую роль Оппи Тейлора в шоу Энди Гриффита. Он добился ещё большего актёрского успеха в подростковом и юношеском возрасте, особенно благодаря фильму Американские граффити, снятому Джорджем Лукасом, и ностальгическому ситкому Счастливые дни. Ховард всё ещё время от времени появляется на экране, а также занимается озвучкой в культовом сериале Задержка в развитии. В конце концов, Ховард заработал большую часть своей славы и состояния как режиссёр и продюсер. Его финансовые накопления оцениваются примерно в 200 миллионов долларов. Это действительно колоссальная сумма, но довольно ожидаемая от человека, который спокойно снимает картины во вселенной Звёздных войн. Актёрская карьера Дрю Берримор в детстве была легендой. Она начала играть в кино в очень раннем возрасте и получила свою первую крупную роль, когда ей было всего 7 лет, в чрезвычайно успешной картине Инопланетянин. Этот фильм в одночасье превратил юную актрису в сенсацию. Она продолжила получать большие роли, но в то же время погрузилась в самые темные глубины Голливуда ещё до того, как стала подростком. Она познакомилась с наркотиками и алкоголем в том возрасте, когда большинство детей занято изучением деления столбиком. Когда Дрю Берримор было всего 16 лет, она написала автобиографию под названием Потерянная девочка, в которой подробно описала свою борьбу с зависимостью. К счастью, Берримор смогла оправиться от пагубных привычек и продолжить долгую и яркую карьеру. Она снялась в нескольких фильмах вместе со своим хорошим приятелем, Адамом Сэндлером, исполнила одну из главных ролей в фильме Ангелы Чарли, а теперь ведёт собственное ток-шоу. Также она основала собственную продюсерскую компанию и даже попробовала себя в режиссуре. У Берримор были свои взлёты и падения, но в конечном итоге она справилась со всеми трудностями, и её состояние оценивается в 125 миллионов долларов. – Эм, я удивляюсь! Джоди Фостер была известной личностью в Голливуде на протяжении десятилетий, поэтому легко забыть, что она начала сниматься в очень молодом возрасте. Ей было всего шесть лет, когда она впервые появилась на экране. Она произвела большое впечатление на Мартина Скорсезе, когда появилась в его фильме 1974 года, Алиса здесь больше не живёт, что привело к большому прорыву через пару лет с появлением в культовом фильме 1976 года, Таксист. Актриса получила номинацию на Оскар за этот фильм всего в 14 лет, и это уже большое достижение. Но неутомимая Фостер поднялась на ещё более высокий уровень славы в 1991 году, когда сыграла стажёрку из ФБР Кларису Старлинг в Молчание ягнят, и получила Оскар за эту главную женскую роль. На пике своей славы Фостер выбивала для себя огромные гонорары, продолжая зарабатывать большие деньги за счёт таких фильмов, как Контакт, Комната страха и Иллюзия полёта. Она всё ещё время от времени появляется на экране, но, похоже, на данном этапе своей карьеры она больше сконцентрирована на режиссуре. Фостер сняла несколько фильмов, а также эпизодов телесериалов, например, Оранжевый хит сезона и Черное зеркало. Её состояние оценивается в более чем 100 миллионов долларов, и у актрисы впечатляющая фильмография, доказывающая, что она заслужила такие большие деньги. Кристиан Бэйл – одна из самых ярких звезд Голливуда. Главный прорыв в карьере актёра произошел, когда ему было 26 лет, и он снялся в триллере 2000 года Американский психопат. Но он появился в Голливуде задолго до своего кровавого превращения в Патрика Бэйтмана. Бэйл всего в 13 лет получил свою первую главную роль в военной драме Стивена Спилберга Империя Солнца. Вскоре после этого он снялся в таких фильмах, как Продавцы новостей и Маленькие женщины 1994 года. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что Бэйл уже был широко известен в Голливуде, когда достиг настоящего статуса суперзвезды с фильмом Бэтмен Начало 2005 года. С тех пор Бэйл не покидал список звезд первой величины, снимаясь как в блокбастерах, так и в артхаусных фильмах. Он заработал репутацию человека, который способен осуществлять огромные физические трансформации, чтобы соответствовать своим ролям, и за это время получил множество наград, в том числе Оскар за фильм 2010 года, Боец. Он также добился огромных конораров за свою карьеру и по-прежнему не сбавляет оборотов. Его собственный капитал оценивается примерно в 125 миллионов долларов, и по мере того, как актер продолжает получать роли в крупных франшизах, эта цифра, несомненно, будет только увеличиваться. – Абрикатабр. Легко попасть в заблуждение относительно того, насколько на самом деле влиятельны некоторые поп-звезды, поэтому, может быть, трудно осознать, на какую вершину славы поднялась Ариана Гранде. Когда ей было всего 15 лет, она оказалась на сцене в бродвейском мюзикле 13 и бросила школу, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере. Гранде завоевала симпатии поистине огромной аудитории, когда сыграла в ситкоме Никки Ладеон Виктория Победительница, а затем в спин-оффе сериала Сэм и Кэт. Её успех как актрисы нельзя сбрасывать со счетов, но самой прибыльной сферой деятельности оказалась поп-музыка, поскольку Ариана достигла такой популярности, что её песни не покидают топовых позиций в чартах. Гранде зарабатывает от 20 до 30 миллионов долларов в год, будучи на пике своей славы, и эти цифры только продолжают расти. Сообщается, что с июня 2019 года по июнь 2020 года она заработала более 70 миллионов долларов, что является совершенно поразительной цифрой для человека в возрасте 20 лет. Последние альбомы Гранде и концертные туры привлекли к ней ещё больше людей и привели к массовым продажам билетов. Будет интересно посмотреть, как долго она сможет сохранять такую тенденцию роста популярности. Судя по тому, как успешно Гранде продвигается к вершинам славы, маловероятно, что в ближайшее время она начнёт сбавлять обороты. Многие не знают о том, в каком количестве проектов принял участие Нил Патрик Харрис. За эти годы он продемонстрировал широкий спектр талантов как на большом, так и на малом экранах, а также на бродвейской сцене. Его самая большая известность связана с ролями на телевидении, но поклонники театра, безусловно, могут сказать, что его талант принадлежит сцене. Он провёл церемонию вручения премии Тони четыре раза, а этого невозможно добиться, не являясь суперзвездой Бродвея. Поскольку карьера Харриса претерпела несколько изменений, легко забыть, с чего он начинал. Он оказался перед объективами камер ещё подростком в конце 80-х, и ему было 16 лет, когда он получил главную роль в сериале Доктор Дуги Хаузер. После того, как этот проект закончился, актёр продолжил сниматься на протяжении всех 90-х, но только в 2005 году он вернулся к вершинам славы, когда взял на себя роль бабника Барни Стинсона в сериале Как я встретил вашу маму, что в итоге принесло ему четыре номинации на Эмми. Принимая во внимание харизму, талант и общую привлекательность, стоит ожидать, что Харрис останется востребованным актёром в обозримом будущем. На данный момент он, безусловно, преуспевает, так как его состояние оценивается примерно в 50 миллионов долларов. Отличная работа, Дуги Хаузер! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актёров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!